Чем больше я погружаюсь в клетку, осознавая её, чувствуя её, видя там, как она раскрывается, тем больше я понимаю, что вот эта вот клеточка, она не факт, что она принадлежит мне, моему телу. То есть знаете, вот такую вот поговорку, а что раньше, курица или яйцо, и мы все там, каких-то там куриц, яйцо, там ещё что-то, это точно так же. А кто создал ДНК? ДНК это твоя, либо ДНК создала тебя? Ты ДНК не создавал, ДНК создала тебя. То есть до тебя было ДНК, а до ДНК был тот, кто создал ДНК. И это не наши родители. То есть наши родители – это как инкубатор, точно так же, как и мы, инкубатор для своих детей. Когда говорят, что там, ой, биороботы, там ещё что-то, а мы же с вами все био, и все мы точно так же био… Ну, мы не роботы, а клоны. Клон, в определённом смысле мы клон своих родителей, клон своего генотипа. Но здесь немножечко другое. А имеем ли мы какое-то отношение к своей ДНК? Кто создал это ДНК? Кто управляет нами через ДНК? И сейчас я хочу не просто это… То есть я сейчас понимаю, что чтобы максимально прийти к себе, это нужно не только заморочиться, так скажем, за питание, это нужно не только знать какую-то определённую информацию о своём физическом теле, но и своё физическое тело, оно нужно привести в определённое состояние. Что я сейчас и делаю? Потому что я понимаю, что вибрации, которые сейчас принимает моё физическое тело, моё физическое тело не всегда справляется. Не всегда справляется. То есть у меня, например, когда я сейчас устремилась в эту ДНК, чтобы понять вообще откуда она, где вот эта шляпка наша ДНК, кому она принадлежит, я понимала, что меня настолько распирали вот эти вибрации, что у меня только отёк тела начал спадать сегодня. И я прям была вот действительно, я была действительно круглая. То есть такой круглый человек, он может быть только если, ну, либо постоянно на каких-то препаратах сидит, наверное, ну да, потому что я же сидела на препаратах, я знаю, на гормонах я сидела. И там вот этот вот отёк, то есть он не такой, который человек ест, который человек ест, ну, просто пухленький, а это именно отёк был. Я понимаю, что нужно физическое тело выводить в определённой стадии. И только сейчас, чем я сейчас буду прям вплотную-плотную заниматься, это мне нужно понять, как уйти из-под этого колпака. То есть у нас мы все, все, ребят, не надо себе льстить, что кто-то вышел из матрицы. Все, кто вот в этой плотности мы находимся, мы все под колпаком, мы все вот в этой матрице.